Всем еще раз большой привет! Сегодня у нас стрим по сторителлингу и сценарному мастерству, который для нас везет действующий сценарий студии Пропиллер Маша Эски. Маша поздоровайся! Всем привет! Ну что, я думаю сейчас нам включат презентацию и мы будем потихоньку начинать. Прежде чем мы начнем, хочу сказать два момента. Первый момент, я приношу свои извинения за то, что у нас перенеслась лекция на неделю вперед. Мне очень стыдно, но этот вопрос уже решен, слава богу, мы здесь и собрались. И второй момент, вся вот эта вот лекция будет как введение в процесс создания сценария. Я думаю, по истечению этой лекции вы поймете вообще, каким образом создаются сценарии к фильму. И то, в общем, если бы я все расписывала подробно, у нас бы лекция затянулась на очень много времени. Вот. Но, я так понимаю, никто не против. Так что в следующий раз готовьтесь. Если этот следующий раз будет, готовьтесь к двухчасовой лекции. Давайте начинать. Для начала хочу рассмотреть глобальную проблему всех начинающих сценаристов, которые только-только сели и такие, блин, вот у меня есть классная идея, хочу из нее сделать сценарий. Эта глобальная проблема состоит во фразе. Вот у меня есть какая-то история, я хочу написать сценарий. Ой, это все легко и понятно, господи, там действия, диалоги, что в этом сложного. Проходит какое-то время, ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. То есть я сейчас очень так мягонько там расписала, что оказалось понятно, но не очень. Но хорошие сценаристы, которые могут хорошо критиковать то, что у них есть, они понимают, что нет, что-то здесь не то, и надо с этим работать. Для начала, когда мы придумываем какую-то историю, мне кажется, у каждого создается такой, возникает вопрос, а вообще какая история живая, а какая неживая? Имеется в виду живая, это в плане, которая пойдет потом на экраны. В общем, какой истории всегда найдется место на экране? Тут только два варианта. Первое, это когда симпатичный герой, перед которым возникают трудности, которые кажутся непреодолимыми, которые он так или иначе успешно преодолевает. Или поначалу не очень приятный главный герой, под которым опять же возникают трудности непреодолимыми, но он их преодолевает. Хочу здесь оговориться. В первом предложении все понятно, то бишь, ну, такой главный герой, который изначально хороший, как мы его называем изначально, протагонист, с которым, в принципе, все понятно, он нам всем, не знаю, мы ему сопереживаем, например. И у него возникают какие-то трудности, и вот эти вот все трудности, его история нас очень сильно интересует, мы смотрим этот фильм. Второй момент — это где главный герой, антагонист, который поначалу вообще выглядит не очень приятным человеком, мы не понимаем, как ему вообще сопереживать, и зачем, ну, не почему, зачем мы это смотрим, а вообще нас интересует, почему мы должны наблюдать за тем, что у него происходит. Если в первом плане все понятно, в первом предложении, то во втором я хочу попросить вас написать в чате или на ютубе, или в дискорде примеры фильмов, которые вы смотрели с изначально отрицательным главным персонажем. У нас ребята, наверное, немножко озадаченно огорошились, у нас по поводу не было. А, вот это первый раз. Извиняюсь, я просто люблю интерактивы, я люблю их задействовать людей. Так, Клаус, Клаус, да, если ты имеешь в виду мультик недавний, то, кстати, согласна, гадкий я согласна, Люцифера я не смотрела, к сожалению, не могу сказать, Баймакс тоже не смотрела, я была не готова к вопросам, извиняюсь. Наверное, да, стоило, это опять же, наверное, моя опложность, стоило предупредить, то, что я люблю задавать вопросы и вообще всячески взаимодействовать с аудиторией. Гринч, да, у меня первое, что приходит на ум, это... Кто-нибудь смотрел фильм «Грязь» Джеймса Маковым? Зоя, ты смотрела? Нет, Зоя, по примерам, папа попроще, не поли моё имя, я здесь для всех. Ой, извиняюсь, лух, сериал «Соня». Да, кстати, угу, вот. Ну, давайте тогда рассмотрим, не знаю, «Гадкий я», например. И да, я хочу посмотреть «Люцифера», я просто не проплатила подписку на Нетфликс, но я обязательно посмотрю, потому что что-то его все очень сильно пиарят. Вот. На примере «Гадкого я» я, честно, очень плохо запоминаю имена главных персонажей, я плохо запоминаю режиссёров, актёров, потому что, не знаю, это как-то у меня фильтрует мозг. Изначально герой, он там был неприятный, потому что он такой был. Ну, это как бы мы рассматриваем, если это мультик, то это получается как для всей семьи, и чтобы детям было понятно, что он просто плохой злодей, потому что он плохой. Но, опять же, в течение фильма объясняется, почему он плохой, потому что у него там в семье было всё не очень, его мама вообще никак не любила. И перед ним какую мы часть рассматриваем? Если первую «Гадкий я», то так было давно, я уже не помню, что там было. Я помню, что у него были там трудности с этими тремя девочками, и он там потом побоялся их потерять, и в течение вот этой всей истории, что с ним происходило, он как-то менялся. Мультик «Дом». «Дом монстров», где там был дом монстров. Такой-такой очень странный дом. Мультик «Дом», который всех жрёт. Да-да-да-да, я вот его имею в виду. Но там же три главные персонажа, они были нормальными, то есть имеются тут протагонистами, то есть они были симпатичными нам. А вот мы потом только узнаём, что этот антагонист, он не такой же плохой, это немножко другое. Да, вот, например, в общем, мы рассмотрели на примере «Гадкого я» и «Эргенсона изверх». А почему он плохой? Вот, кстати, это, наверное, дискуссия, потому что изначально мне этот старик не казался плохим. Он просто не казался обычным стариком, который потерял жену и ему всё надоело. Наверное, чуть-чуть недопоняли. Здесь речь не о тех персонажах, которых, обстоятельства которых мы не знаем. Ну, как, например, Северус Нейп из Гарри Путера. Он-то был всё время хороший, просто мы об этом не знали. А о тех персонажах, которые изначально были не очень хорошими парнями, а потом, пройдя через определённые трудности, стали проявлять какие-то свои лучшие качества. Вот об этом речь. Таких вспоминаем. Или не обязательно лучшие качества, или он весь фильм или сериал оставался плохим, но просто было интересно за ним наблюдать. Например, там... «Ёлый Стражей Галактики». Ну, да, или там «Крёстный отец», если мы возвращаемся к классике, например. Вот. И вообще «Стражей Галактики», между прочим. Я смотрела только одну часть. К сожалению, не очень. Ну, в первой части хорошо и раскрывается, что все они уголовники, преступники и сидельцы. Но спасают нет. Ну, да, кстати. Очень классно, что вы знаете примеры таких фильмов. Очень всем советую посмотреть фильм «Грязь», потому что каждый раз, ну, не знаю, когда я там проходила обучение, когда нам мастера задавали подобные вопросы, все сразу говорили «Грязь, грязь, грязь, грязь». Это с Джеймсом Маковым. Это про полицейского, который вообще просто... Ну, вообще ужасный человек. Но... И он как бы до конца... Он до конца фильма остаётся ужасным человеком, но потом ты начинаешь ему сопереживать. Единственное, что я также хочу оговориться, что вот эти две истории, имеются вот эти два примера, они всегда будут хорошими и 100% могут попасть на экран. Единственный какой момент. Когда вот тут есть фразы, «так или иначе успешно преодолевая», то есть мы это подразумеваем, «О, иначе будет хороший финал». Но финал не всегда бывает хорошим. Я бы назвала так. Финал должен быть достойным. То есть если это будет плохой финал, но он будет вообще хорошо смотреться там, где все умирают, это тоже будет классно и здорово. Главное, чтобы был герой, за которым было интересно наблюдать, и очень важно, что перед ним должны возникать трудности, поэтому я это подчеркнула. Если это просто будет плохой персонаж, который живёт, никто не будет это смотреть. Всем интересно смотреть, как кто-то проходит какие-то трудности, скажем так. Итак, мы рассмотрели, получается, сейчас грубые версии историй, успешных, таких формул историй. И сейчас я хочу рассказать про вообще этапы создания сценария. В общем, этапы зарождения сценария, их всего пять. Четвёртый я внесла от себя. По идее, грубо говоря, их четыре. Первая — это идея, логлайн, синопсис, по эпизодных сцен и сценарий. Эти пять мы сейчас рассмотрим подробнее. Хочу остановиться на дополнительных. Дополнительно, когда вы готовите какой-то сценарий, или вы хотите... Ну, короче, когда вы садитесь за написание сценария, естественно, вы садитесь уже с приготовленной идеей и расписанным логлайном. Также вам я очень советую прописать библию персонажей. Что такое библия персонажей? Это, грубо говоря, биография всех главных героев, второстепенных и вообще всех-всех-всех, кто участвует в вашей истории. Как её расписывать? Ну, я думаю, это всем понятно. Это имя, фамилия, там, Иван Иванов, где он родился, как он учился, что у него было такого в детстве, про его семью, про его подростковость, какие там важные моменты в жизни у него случилось, его хобби. Я не знаю, это можно расписать какие-нибудь аллергии, какие у него есть. Для чего это нужно? Скажем так, есть такая вероятность, что 80% того, что вы расписали в библии персонажей своего, вообще не будет возникать на экране, то есть зритель это не увидит. Но вам, как сценаристу, а если вы работаете команде сценаристу, будет вообще понятно, что это за персонаж, как он может повести себя в той или иной ситуации, которую вы пропишите, а также каким именно образом он будет разговаривать. То есть манера речи персонажа напрямую зависит от его характера. Это 100%. Это вам очень сильно поможет. И я советую расписывать библию персонажей вообще подробно, как можно подробнее, как биографию на Википедии или там в муарах. И второй момент — это правила мира. Это я советую делать для тех историй, где события происходят в мире не в современности. То бишь, например, не в 2020 году, и даже не в 2019, а в 2018. Например, если вы пишете какой-нибудь фэнтези, или вы пишете какую-нибудь научную фантастику, ну, или, допустим, даже если у вас фильм какой-то исторический, вам всё равно нужно знать правила того мира, что там было, что там не было, не знаю, даже до момента, если вы пишете фильм, который происходит в 80-х годах, вам нужно знать, какие машины производились в 80-х годах, на которых ездили люди, а на каких ещё нет, какая музыка там была. Потому что всякие, не знаю, продюсеры, очень-очень, которые досконально просматривают сценарии, таких, конечно, ну, не очень много, но хорошие продюсеры, а тем более критики и зрители, они находят моменты, которые, допустим, вот почему тут персонаж ездил, там, не знаю, на Мерседесе 86-го года, хотя это всё действие происходит в 83-м. Это тоже очень прикольно. Или, например, если взять пример Гарри Поттера, там, чем этот мир мне нравится, потому что он как бы одновременно существует и в современности, и есть ещё, получается, магическая сторона. Но люди, то есть маглы, они взаимодействуют с волшебниками, и есть определённые правила взаимодействия с маглами. Это всё тоже нужно досконально прописывать. Также ещё немножко проговариваюсь про библию персонажей, её всегда составляет Квентин Тарантино. И, насколько я знаю, он там расписывает всё в этой библии, вплоть до любимых продуктов, или, я не знаю, сколько половых партнёров было у этого героя. Но ему это важно, ему это нужно. И я поэтому советую делать так, всем то же самое. Итак, про дополнительные факторы я говорилась. Теперь давайте перейдём уже разбирать к основным этапам. Итак, следующий слайд — это идеи. То есть всё начинается с идеи. Это то, вокруг чего строится история, её сложно сформулировать. То есть идея фильма — это то, что приходит к тебе в голову, грубо говоря. Большинство сценаристов, начинающих, да даже и не начинающих, очень боятся за идею. То бишь они считают, что «вот, я не буду никому говорить свои идеи, её украдут». Это всё полная чушь. Потому что идея в своём виде, то есть, допустим, я не знаю, «О, я хочу снять фильм про двух байкеров, которые работают в закусочной». Она ничего не стоит. Ну, окей, два байкера работают в закусочных. Всем важно хотя бы посмотреть по эпизоднике, я имею в виду тем людям, которые вы будете продавать этот сценарий, если вы не собираетесь снимать его за свои деньги. Но вам, как сценаристам, нужно понимать, нужно вообще хорошо сформулировать эту идею, чтобы понимать вообще, над чем работать. Поэтому я предлагаю вам разобрать идеи каких-нибудь фильмов, давайте какие-нибудь популярных, которые вам нравятся. на вот этом вот примере, который есть на слайде. То есть, например, я буду брать пример фильм «Паразиты», который вышел в 19-м году. Сначала объясню, почему всё остальное написано большими буквами, а тут что-то маленькое. Потому что, смотрите, сама идея, она что-то такое мерное. То есть, мы же, когда придумываем идею, мы придумываем сначала прям мякотку, то есть, получается, завязку и кульминацию. А про развязку, то есть, допустим, как здесь написано, это, оказывается, непростой задачей, потому что вот такие-то, такие-то преграды, мы об этом ещё не думаем. Это мы потом думаем, я думаю на, не знаю, на логлайне или даже... Да, на логлайне, наверное. Может, даже на синопсисе. Вот. Но продумать жанр, кто ваш герой и что с ним происходит, и цель, это нужно ещё придумать на уровне идеи. Поэтому давайте я предлагаю вам, знаете, что сделать. Возьмите любой фильм, который такое большинство знает, чтобы можно было подискутировать, который вам тоже нравится, и распишите его на вот этом вот примере. Я устно скажу свой пример, который у меня есть. Так. Я рассмотрю фильм «Паразиты» 2016 года. Я надеюсь, его смотрели многие. То, что он какой-то такой на слуху. Итак, фильм «Паразиты» 2019 год. Это драма о бедствующей семье, которая живёт в полуподвальном помещении, которая после того, как старший сын устраивается... Да, это про семейку. После того, как старший сын устраивается репетитором английского в богатую семью, хочет переманить всю семью, то есть получить всю свою семью, маму, папу и старшую сестру, работать у этих богатеев. Это, оказывается, непростой задачей, потому что вся его семья выдаёт себя не за тех, не за тех, кто они являются, и перед ними встаёт преграда в виде экономки. Вот. Предлагаю вам сделать... Сейчас расписать то же самое. Первый раз ребята были шокированы, когда ты о чём-то спросила, а теперь они шокированы, что им надо выполнять какое-то задание. Ну, да, конечно. Я хочу, чтобы они хотя бы на таком... Я хочу, чтобы вы прочувствовали это хотя бы сейчас, что это такое. Ну, кто у нас первый храбрый? А давай, а давай ты! Ой, не ровно ты! Давай ты! Орг не сценарист, орг исполнитель. А как Шерлока Холмса расписать там что-то такое? Смотри, ты имеешь в виду Шерлока Холмс, который сериал или полный метр? Да, мне, наверное, стоит вас поговорить, потому что сейчас мы говорим про полный метр, потому что сериал это история другая. То же самое, как короткий метр, мультфильм... Ну, мультфильм — это примерно как и полный метр. Сериалы мы сейчас не рассматриваем, мы рассматриваем только полный метр. Да, полный метр. На уровне идеи. То есть, получается, это детектив о гениальном детективе, извиняюсь, Шерлоке Холмсе, социопатия, который... Вот эта строчка, вот эта фраза, после того, как... Её можно опустить, если он так удобнее, который там расследует убийство, потому что... И вот я, кстати, вот последний... Я не помню, когда я смотрела последний раз Шерлока Холмса советского, но я не помню. Он там только какие-то свои цели себя любимые, эгоистически преследует или что. В общем, вот таким образом. То есть, это просто на уровне идеи. Там спрашивают насчёт стримов. Стрим, конечно же, будет в записи, об этом переживать не стоит. Все наши стримы всегда выходят в записи на следующий день после проведения. Тогда я очень жду вас. Давайте граничу вас по времени. Вот сейчас 24 минуты, давайте до 30 минут распишите, потому что я понимаю, что тут надо подумать. У меня уже как-то это сходу... Ну, и то, как вы поняли, на Шерлоке Холмсе не всегда получается. А вот у нас хороший пример про как переживать дракона. Маша страшная. Я не страшная. Маша напугала нам студентов. Ну что, кто у нас ещё храбрый? Был пример про как приручить дракона. Была попытка примера про Шерлока Холмса. Кто следующий? Я думаю, что ребятам тяжело вот так насколько что-то предположить. Может быть, ты какой-нибудь ещё пример приведёшь? Да, но для начала я очень упорно ищу, где пример про приручий дракона. Ох. А вот от Дарси икинг слабенький викинг среди сильных викингов. Чтобы стать своим, хочет убить дракона. Я на слух на слух очень так себя воспринимаю. Это в Каппице у нас или где? Это в Ютубе. Если посмотришь, примерно в втором... А, всё, нашла, нашла, нашла. Извиняюсь, извиняюсь. Просто после Маши Страшного меня побелело в глазах. Икинг слабенький викинг среди сильных викингов, который чтобы стать викингом, хочет убить дракона. Ну, кстати, да, это тоже место имеет быть. Но я думаю, здесь, наверное, стоит отметить после чего, хотя там, по идее, там же не после чего, он просто хотел убить дракона. Согласна. Да, это классно. Так, Джокер. Это драма о шизофренике, который за оптимизацией медицины к капиталистическому социально-экономическому строю перестает принимать лекарства, хочет уничтожить город, который ненавидит. Насколько я помню, там же еще был момент, ну, хотя нет, да, это прикольно. Это я уже как бы так вспоминаю сюжет, потому что мне казалось, что отправной точкой было избиение его хулиганами в метро, но в целом тоже прикольно. Группе людей нужно нести кольцо внутри такой горы. Но это нет, это не очень хорошая идея. Ну, имеется в виду, имеется в виду, что это хорошая идея, потому что «Властелин колец» как бы культовая книга и фильм, но, да, там трилогия фильмов. Но имеется в виду, например, истории, то бишь, а зачем им это надо? А почему? Ну и чё, отнесут они туда, и чё будет? А могут они не относить? Вот. Так. А, вот это, оказывается, не просто задача, потому что они понимают, что реально, что нет. Да, согласна. Ах, нет, стой, подожди, он же, я могу ошибаться, но он же понимал, что реально, он, у него, а, нет, не понимал. Я просто вспоминаю фильм, там же. Казалось, что он встречается со своей соседкой. Да, согласна. Так. История игрушек. История в жанре фантастики с краплениями экшена рассказывает про игрушки, которые скрывают то, что они живы и попадают в приключения, в котором пытаются вернуться к своему ребёнку. Вот это вот очень классная сформулировка. Вот это вот мне прям очень понравилось, потому что тут всё, в принципе, понятно и заставляет даже, возникает вопрос, о, а почему, как они далеко не оказались в своём ребёнке, что будет дальше? Вообще, молодец, Анапол, ВП. Вот. Всё, отлично, спасибо. Мальчик-раб хочет побывать во всех звёздных системах, избавить галактику от рабства, ему удаётся уйти с рабства. Он находит свою любовь на манипуляции злодея и приводит к противоположному эффекту. А вот это уже, мне кажется, это уже лаглайн. Это уже немножко лаглайн. Что такое лаглайн, рассмотрим попозже. Орешек, боевик. Обычно полицейский встречает... жену в аэропорту и сталкивается с террористами, которые взяли в людей в заложники и противоставляют себя бандитам. Тоже, как бы, на уровне идеи тоже интересно. То, что он, как бы, обычно полицейский, встречается с террористами. Просто проблема в том, что я не смотрела «Крепкий орешек». И вот сейчас, вот, прикольный пример. Я не смотрела «Крепкий орешек», и я сейчас, мне пишут идею этого фильма. Я, допустим, как какой-нибудь, не знаю, добрый заказчик, такая смотрю, ну, прикольно или нет. Просто, мне кажется, в современности такие фильмы не очень популярны, а вот в то время, мне кажется, они были вообще на расклад. Хорошо, Настя. Ну, в общем, вот как раз уже 30 минут прошло. Все спасибо, кто написал. «Спасите котика» я читала... Нет, я не читала «Спасите котика», я читала только какие-то отдельные моменты, я читала другие книжки. «Спасите котика», если что, это книга по сценарному мастерству. Просто мне не очень нравится. Автор, у которого был только один успешный фильм, а все остальное, это, ну, не знаю, провальный проект. «Подвиги Геракла» это эпоса героя, который после того, как Гера выкинул от Олимпу, стал смертным, хочет вернуться отцу. Это, оказывается, непростой задание. О, вот это уже тоже задел под логлайн. Но сейчас, кстати, мы распишем, точнее, мы рассмотрим, что такое логлайн и какие есть ошибки представления. Точнее, не ошибки, а основной момент, который не нужно расписывать в логлайн. Вот. Сергей, давайте вам посоветую литературу после лекции. Я обязательно скажу книжки, которые стоит прочитать. Спасибо всем, кто расписал идеи. И давайте тогда сейчас перейдем к следующему этапу. То есть сначала у нас появляется идея. Затем для себя мы должны расписать логлайн. Логлайн, как тут написано, это максимально короткий пересказ сценария. Вы все видели логлайны. Логлайны обычно выставляют на кинопоиске, во всяких таких стриминговых сервисах, где вот просто кратко описывается суть фильма, сериала и так далее. То есть логлайн используется для того, чтобы продать фильм зрителю, а если вы сценарист, вы должны продать его продюсеру, пропичить его или там, не знаю, дать заказчику. Также считается, что в логлайне не должно быть больше 25 слов. Но это правило постоянно нарушается, особенно в России. На самом деле правило про 25 слов было, пришло к нам из Америки и запада даже, можно сказать. Потому что английский язык, он сам по себе короткий, имеется в виду слова там покороче, не произносится очень быстро. Логлайн или стористартер. У нас он называют стористартер. Стористартер. Ну, сценарист называет его стористартер. Главное, чтобы он не был слишком большим и всегда нужно придерживаться того, чтобы он был вообще супер-супер краткий. Что должно быть в логлайне? Давайте рассмотрим. В логлайне должен быть поставлен главный герой. Проблема, конфликт, драматический вопрос, то есть, что он должен заинтересовать зрителя, зачем должен следить и ставка героя. Также должно быть отсутствие различных пустых, я бы сказала, литературных оборотов, там, каскад событий, увлекательные приключения. Например, сейчас я вам приведу пример плохого логлайна. Давайте вот, я вот начала с паразитов, я и буду рассматривать паразиты. Бедная семья, я просто сейчас придумаю этот логлайне, бедная семья, которая живет в полуподвальном помещении, перебивается очень низкими заработками, ей выпадает счастливый билет, и их сын устраивается работать богатую семью репетитором английского. Сын планирует перевести всю семью на заработки к этой богатой семье, иначе им не предоставится больше возможности заработать, и их рассекретят. И вот сейчас я вам говорю плохой пример, который никогда, никогда не нужно расписывать в логлайнах. Они проходят через невообразимые опасности испытаний, чтобы достичь своей цели. Я вам объясняю, почему такие вещи нельзя расписывать в логлайне, потому что когда, может быть, на зрителе это прокатит, окей, но когда вы приносите сценарий продюсеру, что вы приносите, вы сначала приносите не сценарий, вы сначала приносите логлайн, синопсис и поэпизодник. Ну, поэпизодник как бы желательно приносить. Продюсер смотрит на логлайн, и когда он видит в логлайне фразу, что там герои, чтобы достичь своей цели, проходит каскад событий и какие-то там, не знаю, водопад приключений, у него возникает вопрос, а что за события, а что за приключение. Плохой сценарист скажет. Ну, это только в Лаклане. Вот вы почитайте, пожалуйста, вот синопсис. Ну, в синопсисе не почитайте. Ну, почитайте сценарий. И никто это читать не будет, потому что изначально должно понятно, через что должен пройти герой. А вот эти литературные обороты, они могут быть непоняты. Да, по-разному я просто не поняла, к чему вопрос. Сейчас я вас просить расписать Лаклайн не буду, потому что мне кажется, это может быть немного сложно. А мне кажется, что она будет написать Лаклайн. Нет, Лаклайн вам не надо будет написать. Вам надо будет написать чуть попозже, кое-что побольше. Маша, ты зря это сказала сейчас. Сейчас от нас начнут резко отключаться. Дело отличное. Их не было на стрим. Ну, я не знаю, мне кажется, что это интересно. Да, чего вы такие? Кто-то у нас в Сочи вас спрашивает, каким русским отечественным родным словом можно назвать Лаклайн. А я же написала, я же сказала, что это Story Starter. А русским? А русским? Русского нету. Нету? Нету русского. Многих ребят очень сильно удивляет, когда многим терминам из каких-то профильных анимационных направлений не находится просто русских аналогий и русских слов. Да, это проблема. Это проблема заимствования. Ну, что уж поделать. Вот так вот устроен наш конвейер. Потому что, когда говорят, допустим, краткое содержание, краткое содержание — это синопсис. А Лаклайн — это, мне кажется, даже... Официально, да, это называется короткий пересказ, но на самом деле это просто замануха. Эта замануха должна быть хорошая, чтобы продать сценарий и фильм, как я сказала, или заказчику, или зрителю. Громкие слова, я про неудачный Лаклайн похож на рекламу. Обещаю, да, в итоге всё может быть не так. То есть нужна конкретика. Да, нужна конкретика. Не поняла вопрос про завязку. Можно ли Лаклайн назвать завязкой? Я думала, это имелось. Скорее, наверное, затравкой. Я вот ещё раз думаю, потому что в Лаклайне ещё же важно отметить конфликт и драматический вопрос. А конфликт и особенно драматический вопрос это уже больше идёт кульминации. Ну, может быть, да, лучше затравку называть. Но, как бы, никто из сценаристов не называет. Давайте напишем затравку. Кровожадный русский сценарист. Пример хорошего Лаклайна? Так. Надо бы припомнить. Какой-нибудь пример хорошего. Нет, Story Starter — это так называют Лаклайн русские сценаристы. Наша школа, она не более закрыта. У нас, мы просто, весь русский рынок ориентируется на американцев и на Запад. Вот. Поэтому мы все и разговариваем, и используем какие-то английские термины. Слушайте, я видела где-то хороший... Вчера, вчера, когда что-то там смотрела, выбирала фильм, и когда составляла презентацию, я что-то видела хорошие Лаклайны. Надо бы вспомнить, где только. Так. Уверен, что есть наши терминологии, просто мы её не знаем. Может быть. Может быть. Сейчас я пытаюсь вспомнить... Ну, вот, например... Да, накидай, пожалуйста. Сейчас единственное, чем мне в голову пришло, это мальчишник в Вегасе. Например, трое друзей во время мальчишника теряют четвёртого в Лас-Вегасе. И чтобы найти его, нужно вспомнить и повторить весь их празднический... Ну, не празднический путь, имеется в виду, как они праздновали с самого начала. Вы меня не напрягайте. Мне, наоборот, нравится, что вы задаёте вопросы. Это очень классно. Это видела что-то ещё в Дискорде пишут, только я не понимаю, где. Например, пираты Карибского моря. Кузнец спасает свою возлюбленную, дочь Мэра. Но он связывается с пиратом, враги которого бессмертны. Ну, это, опять же, мне кажется, неофициальный логлайн. Это логлайн, который кто-то составил. Официальный логлайн лучше смотреть... Если это русские фильмы, как бы не было бы странно, это на Кинопоиске. Если американские, то это на IMDb и на сайтах миг же этих фильмов. Даже... Или англоязычные... Нет, англоязычные википедии тоже не стоит верить. А, ещё хочу задать вопрос. Кто из вас смотрел фильм Касабланка? Это старый, но очень культовый фильм. Я его пересматриваю каждый Новый год. Я каждый Новый год и пересматриваю два фильма Касабланку и в джазе только девушки. Аннотация — это, как мне кажется, это вообще прям суперкороткое описание фильма. Да, то, что пишут на форзацах... Нет, на форзацах книг уже там бывает прям пишут описание того, что будет происходить внутри этой книги. Так, то есть понятно, никто из вас не смотрел Касабланку. Хорошо. Ну, хорошо. Если никто из вас не смотрел Касабланку, сейчас я зачитаю стористартер этой Касабланки. А вы напишите в чате, заинтересовал ли вас этот фильм, имеется в виду с точки зрения зрителя. Ну, хотя нет, это... Ну, ладно, давайте. С точки зрения сценариста. Так уж и было не друг друга называть. А циничный владелец кафе, расположенного на территории оккупированного нацистами Марокко, встречает свою бывшую возлюбленную, которая приезжает в сопровождении своего мужа, чей героизм вынуждает героя выбирать между своим цинизмом, неугасшей любовью и почти утерянным чувством патриотизма. Вообще не Марвел. Это, по-моему... Ой, это... Какой год? Сейчас в книжке посмотрю. 42-й год. Даже, по-моему, еще даже война не закончилась. Косые бланки. Не, ну, в принципе, если добавить пришельцев... Ну, может быть. Нацисты-пришельцы. Что-то такое, кстати, я смотрела. Кстати, о моих вкусах. Абсолютно не заинтересовал. Да, это вот я про чё и говорила, что у всех могут быть разные вкусы. Да, кстати, давайте... Я как раз составила... Точнее, я думала составить список, но не записала бы у меня в голове фильмы, которые было бы неплохо посмотреть. Жанр военный, на самом... Ну, не то чтобы военный, там, по-моему, что... Драма... Военная драма какая-то. Кстати, про смесь жанров я расскажу вам попозже, почему так не стоит делать. Итак, мне кажется, что мы слишком долго засели на лэгглайне, поэтому я предлагаю перейти к следующему этапу. Это синопсис. Так, синопсис. Вот это, про что я и говорила, что это краткий пересказ сюжета. Синопсис пишется, чтобы пересказать события, там, максимально кратко, максимально логично, не вдаваясь в какие-то подробности, чтобы и вы, как сценарист, там, зритель и продюсер поняли вообще, что происходит в этом фильме. Как сценарист, перед написанием своего сценария, чтобы сесть и расписывать сцены, диалоги и так далее, нужно расписать синопсис, потому что вам нужно будет видеть вообще, что, зачем идёт, не утеряна какая-то логическая связь, и плюс на уровне синопсиса всегда легче править сценарий, чем вообще весь, все там 120 страниц переделывать, переписывать. В синопсисе есть моменты, которые обязательно должны в нём присутствовать. Вот, например, что должно быть в синопсисе. Первое — это экспозиция. То есть это то, что окружало героя и окружает героя на момент начала фильма, то есть его обычное состояние, в котором он живёт. Время действия, место действия, главные герои, характеры, важные для повествования жизненные обстоятельства. То есть, например, если он в настоящее время и у вас герой без ноги, то вы должны это отметить, то что вот изначально герой-то был без ноги, потом он там связался с инопланетянами, у него выросл их 4 год. Но изначально он был без ноги. И не только то, что герой без ноги, а вообще всё-всё-всё, что пригодится зрителю, чтобы правильно понимать историю. То есть, например, изначально герой, там может быть, у него могут быть какие-то плохие отношения с родителями, или, я не знаю, проблемы на работе, его там все унижают. Он никак не может справиться со своей кошкой, которую он приютил, и так далее. Затем, после того, как вы расписали экспозицию, должна идти завязка. То есть, появляется конфликт в истории. Конфликт, который повлияет на его жизнь, и вообще из-за чего мы будем вот это вот всё смотреть. После конфликта перипетия... Можно её расписать... Можно расписать перипетия, но это в большом синоп... Имеется в виду в таком длинном синопсисе, который вы можете встретить, там, не знаю, на Википедии, или на каких-то сайтах, которые расписывают краткое содержание фильма. Перипетия — это осложнение, которое возникает на противе героя. Пример я расписала. Этот пример, на самом деле, и вообще любые примеры, очень легко встретить не только в фильмах, а если вы будете создавать какую-то свою историю, то вы можете, например, перипетии ориентироваться на компьютерных играх. Например, вам нужно достать какую-то сложную штуку, за этой сложной штукой вам нужно пойти к какому-то знахарю, а знахарь говорит, нет, я тебе эту штуку не дам, сначала ты должен срубить деревья, и вы идёте такие, вот, надо сейчас срубить деревья, блин, нету топора, или там, это волшебное деревье, нужен топор из огранённого золота, и вы идёте искать этот топор из огранённого золота, там, убиваете бандитов, которые своровали топор, потом берёте топор и вырубаете деревья, и только тогда вы получаете эту какую-то очень сложную штуку у знахаря. Вот, это называется перипетия, это то, что усложняет цель героя, даже какая-нибудь там, не знаю, малозначимая цель, например. Затем, после перипетия идёт кульминация, это, все знают, что такое кульминация, это пик эмоционального напряжения, это когда вот все там герои сошлись, это там, я не знаю, какая-нибудь финальная битва, или, не знаю, решающий момент, дедлайн какой-то, после которого должна решиться судьба героя. Чаще всего кульминация считается самым, должна быть самым длинным и самым хорошо прописанным эпизодом в фильме, иначе, ну, а ради чего мы это всё смотрели, и, может быть, вы иногда за собой замечали, что вот, мы так долго ждали финальной битвы в этом фильме, вообще очень плохо сняли или как-то профукали, очень неинтересно как-то было. Ты, Соня. Да-да-да. Ну, и в конце, как бы, естественно, что это развязка, то есть, получается, здесь решаются все какие-то второстепенные вопросы, например, не знаю, любят делать в фильмах, что там герой какой-то заходит в магазин, а там вечно какая-то старая грустная бабушка, потому что у неё умер муж, и она одинокая, и он такой, вот, там, не переживайте, вот тут вот почтальон, он тоже одинокий, может, вы с ним познакомитесь, и как бы в течение всего этого фильма это как-то так затрагивается очень поверхностно, а в конце фильма там герой опять же заходит в магазин, и эта бабушка такая вместе с этим почтальоном и почтальоном держит магазин, и они счастливы, то есть, вот такие вот второстепенные моменты какие-то закрываются. Подводится итог. Финал, как мы говорили в самом начале, финал может быть не всегда хорошим, то есть, он просто должен быть достойным. Хороший финал не значит, что все счастливы и все живы. Вот. И дальше я хочу рассмотреть пример синопсиса. Я хочу взять пример фильм, который я смотрю на Новый год. Это «В джазе только девушки». Для начала хочу вас спросить, кто из вас смотрел «В джазе только девушки». Вот. Отлично. Тогда вам будет как бы понятнее, и опять же, если вы, допустим, не согласны с тем, как я расписала этот синопсис, то вы можете писать то, что вот можно было здесь вот это добавить, а вот это вообще можно было вообще убрать. Вначале я расписала то, что это пример краткого синопсиса, то есть есть понятие краткий синопсис и расширенный синопсис, где краткий синопсис, это вы расписываете чистую линию с главного героя. Расширенный синопсис, где вы расписываете вообще все второстепенные линии, у вас получается синопсис на, не знаю, ну, в зависимости от хронометража фильма, но чаще всего там на лист, на два листа ворда. Поэтому давайте... Я расписала краткий синопсис, давайте рассмотрим его. Итак, первой идет экспозиция, то есть описание мира героя, героев наших. Чикаго, 29-й год, двое джанзовых музыкантов, саксофонист, Джо, контрабандист, ой, контрабандист, контрабандист, Джерри, они абсолютно бедные, они перебиваются с хлеба на воду, подрабатывают игрой на различных этих мероприятиях, закладывают свои пальто, чтобы, не знаю, купить костюмы себе. Завязка. В один момент они оказываются ненужными свидетелем во время перестрелки гангстеров, и чтобы избежать гибели, герои решаются выдать себя за девушек, музыкантов и устраиваются работать в гастролирующий женский оркестр. То есть, получается, мы расписали, что было до этого и что случилось, что им пришлось полностью поменять жизнь. Далее идут перипетии. Во время гастролей им постоянно приходится отбиваться от навязчивых поклонников. Одного я точно помню, чтобы сохранить свою тайну. Также я считаю, что это важно перипетии, которые влияют на сюжет, что один из главных героев в образе девушки, он влюбляется в душечку, планирует ей раскрыть свою настоящую личность, чтобы они были вместе, но на данный момент он это сделать не может, потому что боится. Контракт тогда там был только для женщин, так они же и оделись в женщину и созвонили с этой красоткой Сью, указали то, что вот там мы там с Жозефиной и кто-то еще не помню второе имя. Мы там играем на таких-то инструментах и потом они подбежали на вокзал одетые и их забрали на поезд. То есть они как бы переоделись женщинами, а единственное какой вопрос у них возникал, почему у них никто не спросил документы. Но это уже получается вопрос. Затем идет кульминация. Я забыла отметить в перипетии и в... Да, я забыла отметить в перипетии то, что они приезжают в отель MyFold. В это время в отель, где выступает и живет оркестр, приезжает гангстер вместе со своей бандой. Один из его парней узнает при одетых женщинах ненужных свидетелей. Это опять же кто смотрел и помнит, я сократила. Там была сложная завязка, что он вроде бы этих женщин ходили в номер, очень долго что-то выясняли и потом они там во время ужина спалились, но они успели сбежать и все такое. И развязка. На самом деле развязка мне показалась в этом фильме очень быстрой. То есть чаще всего это что? Это после кульминации зрители дают передохнуть и потом там идет развязка подведения здесь всех итогов. А здесь все очень-очень быстро и нужно найти ту самую грань, где идет еще кульминация, где начинается развязка. Поэтому как мне показалось, развязка начинается с того момента, где герой звонит душечке, чтобы проститься. То есть получается зритель понимает, что все, герой должен уйти, исчезнуть. Мы должны запереживать герою, что вот все, вместе, но их догоняет душечка, то есть получается, я вот забыла, как она вообще узнает, что они на пристани, но это ладно. И вот в развязке герой снимает парик, признается душечке то, что они целуются, другой герой признается водителю лодки, что мужчина, мужчина говорит, что вот у каждого свои недостатки, и все, они уплывают, это развязка, это конец, все хорошо. Это пример краткого синопсиса, то есть здесь нам понятно вообще, что происходит в этом фильме, ваши комментарии, если вам показалось, что, допустим, я там что-то упустила, или у вас есть что-то меня слышно, надеюсь, да? Тебя слышно, просто опять напряженное молчание. Опять студенты замерли в непонятках писать руками во время стрима. Их не учили. Да? Ой, извините, пожалуйста, просто думала, что вы там нет, не заставлю. Не заставлю. Все хорошо. Я поняла, что это стресс. Просто мы не знали, на что мы идем, когда мы приглашали Машу Аэски. Артур нам просил стерео, что будет лекция, лекция. Ну, слушайте, во время лекции когда я училась в университете, у нас лекторы тоже задавали вопросы и как-то вовлекали нас в повествование, чтобы мы просто не сидели, так в развалочку не спали. И это очень интересно. Я думаю, что ребятам тоже интересно, но они немножко в шоке. Да? Извините, пожалуйста, но так стрясочком. У каждой свои недостатки просто... Да, на самом деле, вот хочу уговориться, на самом деле, как мне кажется, что эта фраза, она родилась не на моменте синопсиса. То есть, бывает такое, что какие-то прям вот фразочки или даже какие-то вот культовые всякие жесты или сцены, они бывают, рождаются во время написания сценария или вообще аж на своей площадке. Поэтому мы... Я бы не стала вписывать это в синопсис, потому что на самом деле это для сюжета не очень важно, если так подумать. Но важно, что они уплыли, они скрылись, у них всё хорошо. А это уже как дополнительный бонус. В следующий раз предупреждайте, что думать надо будет. Ну, если в следующий раз будет лекция, вы сразу будете насторожее, что, о, господи, надо думать, надо писать. Будьте насторожее. Какой вопрос? Я не знаю, с какого момента вы проспали. В общем, я зачитывала синопсис фильма «В джазе только девушки» и я попросила расписать, точнее, вас дать фидбэк, что бы вы добавили или наоборот, что бы вы брали и как вам показался этот синопсис «Ок» или «Нёк». Что бы вы там переделали? Они ещё имеют нагвозь спать. Вот был бы у меня мел, я бы у вас кинулась. Эта фраза показывает, что для героя нет никаких препятствий. На самом деле, вот этот вот герой, этого мужчины, вот этого богатого, он вообще сам по себе очень странный. Ушина, если так подумать. он не очень раскрытый, поэтому непонятно, есть ли для него какие-то препятствия или он просто не понимает, что происходит в этом мире. Лина Монро надо добавить для продюсера. Было бы странно, если бы начнём продюсеру принесли Лину Монро. Плюс я не помню, на тот момент она, на 59-й год, она бы уже была популярна или нет? Хотя, мне кажется, была. Так. Хорошо, тогда давайте предлагаю перейти к пятому этапу. Сейчас это всё пройдёт очень быстро. Пятый этап написания сценария это поэпизодный план. Это уже больше техническая часть работы. Я советую всем расписывать поэпизоднике, потому что что такое поэпизоднике? Это когда вы расписываете каждую сцену и вы расписываете, что в ней происходит, что и где в ней происходит без диалогов, суперкратко, без действий. Ну, имеется в виду не такие действия, что там он сидит на стуле, там он встал, он пошёл, хотя это в сценарии тоже вообще быть не должно. Просто действия без диалогов. Лично по моему опыту, когда я пишу, когда вот я работаю с группой или вообще как-то списываю сценарий, я не могу обойтись без эпизодника, потому что, во-первых, мне очень важно понимать хронометраж, сценарий, который я пишу, и мне также важно понимать, что за чем идёт. ничего более я не упустила, а также на уровне эпизодника можно понять, что в синопсисе было лишним. Даже так. Поэтому эпизодник, он очень важен, и если вы расписываете сценарий, и вы хотите его продать продюсеру, и если вы предоставите по-эпизодник без диалогов, это заслушаете дополнительный балл, потому что большинство, что они предлагают синопсис и логлайн. Чао. И там сценарий первой сцены. Только сцены, не серии, и там не всего фильма. Вот. Это пятый, ой, это какой-то четвёртый. Да, это четвёртый этап, и самый последний пятый этап, это сценарий. То есть, получается, когда вы расписали по-эпизодник, уже можно переходить к сценарию. То есть, у вас есть по-эпизодник, вы понимаете, что происходит в каждом действии, расписываете его подробно, добавляете туда диалоги и расписываете это в американском формате. Всё. Можно сказать, сценарий готов, отправляйте его там на читку. Или нет, перед тем, как отправлять на читку, ещё раз, несколько раз перечитайте, дайте ему настояться, через неделю ещё раз прочтите ему, что-то берёте ему, что-то добавите, и всё, он готов. Заранее пример эпизодников на самом деле нет, потому что каждый сценарист расписывает эпизоды так, как ему удобно. Я расписываю это, допустим, там, сцена один, Джо, там, не знаю, Джина пошла к Майклу домой и попросила у него чай и видела за дверью ногу в крови. Вторая сцена. Джина закрыла дверь и пошла к себе домой и обдумывает, что же там было, но её сбила машина. То есть, вот, короче, вот таким образом. Раскадровка идёт на этапе, когда сценарий уже приняли, когда вот все сказали, то, что вау, сценарий суперкласс, мы берём его в работу, и после этого идёт уже раскадровка, то есть раскадровка идёт уже после сценария. Американский формат это формат сценария, точнее, как он должен быть оформлен. есть определённые правила написания титульной страницы, определённые правила написания диалогов, то есть, в каком шрифте они должны быть написаны, каким, там, 14 или 12 вот эта вот ширина шрифта. Потом, также ещё американский формат используют у нас, потому что он очень удобный в том плане, что одна страница сценария, это одна минута, то есть, получается, если у вас сценарий, там, 120, 120 страниц без титульного листа, то есть, у вас фильм будет идти два часа. Это будет понятно как бы для режиссёра и вообще для всех. Это, я считаю, это лишний перевод бумаги, но что поделать. Также есть специальные приложения, специальные сайты и программы для написания сценария в американском формате. Кит, есть такая программа Кит, вы скачете программу на компьютер, устанавливаете, что, короче, вы пишете сценарий и потом уже форматируете его, то, что там вот, вот это, допустим, действие, это нацены, это имя персонажа, это его фраза, и там уже эта программа, она сама выставляет в таком формате, на таком отступе, как это должно быть, а вы уже потом форматируете его по минутам, то есть еще задача сценариста, грубо говоря, проигрывать все диалоги, проигрывать все экспозиции, все описания, все действия и вообще с секундомером сидеть и смотреть, сколько это примерно будет в минутах. Вот. Сейчас мы просмотрели этапы создания сценариев, о, сценария, да, то есть начиная с идеи и заканчивая самим сценарием. Прежде чем мы перейдем к следующему к следующему слайду, о чем я хочу поговорить, я хочу задать вам такой вопрос, если у вас возникли какие-то вопросы, вам как-то удобно задать сейчас или задать уже, когда вот я скажу, типа все, я там, лекция закончена, задавать вопрос, как вам будет удобно, сейчас или в конце? Возможно, какие-то вопросы близкие к тому, что мы только что прошли. Стоит рассмотреть сейчас, пока они горячие еще не забылись, а общие вопросы вроде рекомендованной литературы уже рассмотрим в конце лет. Я думаю, так будет лучше. Поэтапно. Поэтапно, это то бишь сейчас, да? Часть сейчас, часть потом. Поэтому задавайте свои вопросы, которые у вас есть по сценарию, может быть, по эпизоднику, может быть, по логуайну. Наверняка же у кого-то есть вопросы. Я вас знаю, у вас точно есть вопрос. Кит — это программа для написания сценариев. Для начала мне ее надо найти. Да? Вот, да, скинь, пожалуйста, ее в чате. На самом деле, куча разных программ для написания сценариев. Нужно просто скачать все и смотреть, какая тебе удобнее. Мне вообще никакая неудобнее. Я пользовалась и Китом, и вот этим вот всем, и я поняла то, что мне намного удобнее. Это может быть, это, наверное, ужасно звучит, но мне удобнее с самыми руками что-то выставлять. Чем-чем выставлять? Ручками, ну, ручками, то есть, короче, да. Берем листик, берем линейку, берем карандашик. Ну, это не знаю, это может еще со студенческой поры, где такая, вот тут вот такой отступ, здесь такой отступ, я уже так не знаю, скажем так. Боюсь. Натренировалась, что мне уже удобнее сама что-то сделать. Так, раз пропеллили, настолько разросли, считается, ли сообразно запили системный курс по анимационной короткометражке от идеи до постпродакшена. Можно? Почему бы нет? Хорошая идея. Маша согласна на все, просто она к этим курсам. Вы же понимаете, что не она будет этим заниматься. Не приставайте к человеку с неисвойственными ей задачами. А, системный курс, господи, я думала, я уже, у меня в голове системная лекция. Такая лекция, пожалуйста. Курс это уже сложнее. Они хотят целый полноценный курс. Я могу сказать, что мы об этом подумаем, но обещать ничего не будем. Да, давайте тогда лучше подумаем, потому что, извиняюсь, я прочитала курс, и у меня в голове сформулируется лекция. Лекцию, пожалуйста, вот курс. По курсам это... Надо подумать, да. Поговорим, кто там очень сильно любопытный такой. Вопрос про сценарий полного метра. А нам, думаю, сейчас будет актуальный сценарий короткий. метр. Ну, я считаю, чтобы перейти к сценарию короткого метра, нужно сначала разобраться в полном метре, потому что полный метр это классика, а короткий метр, сериалы, и вот все такое, а уж тем более авторское кино, это уже немножко посложнее. Поэтому сейчас, как бы, мы разбирали примерно... На самом деле, если так подумать, то вот эти вот все этапы создания сценария, они все подойдут и для короткого метра. Для сериала, не знаю, навряд ли. Просто в коротком метре нужно учитывать хронометраж и учитывать, что это все будет в разы короче, это должно развиваться все быстрее, и основная сложность состоит в том, что нужно раскрыть персонажей, у вас есть не 90 минут, а допустим, 20 или 10, это сложнее. в среднем полнометре сцен по-разному, если честно, очень по-разному, потому что бывают полные метры, как Бёрдман, снятые одним дублем, и там сценарий, сцены, они просто зачитываются сплошняком 40 минут, и там, ну, грубо говоря, сцен 5-10, а бывает, и там по 40, и по 100 сцен, если какие-то массивненькие вообще сцены, короткий метр сложнее по-моему, на самом деле, кому как, вот допустим, мне короткий метр сложнее, потому что у меня редко, когда возникали идеи для короткого метра, и я люблю, не знаю, я люблю красивые образы, я люблю, чтобы зритель не знался, вот этим вот всем, и мне в короткий метр пока это все сложно умастить, также я люблю как бы расписывать сериалы, а короткий метр для меня, ну, не знаю, не моя война, так скажем, а кому-то наоборот короткий метр щелкает корешки, например, так что это все по-разному, но я думаю, что если судить с технической точки зрения, то да, короткий метр сложнее, потому что я, почему, я объяснила чуть раньше, я в Ворде писал, цветом выделял, как отдельно, действует отдельно, писание окружения, отдельно, все это разделено сцены, но это, мне кажется, уже не американский формат, если в сценарии расписана камера, то это уже не американский формат, во-первых, а во-вторых, это уже, по-моему, режиссерский, это уже даже режиссерский сценарий. Так, давайте тогда... Маш, поскольку зацепили эту тему, а чем отличаются виды сценариев? Вот ты сказала режиссерский сценарий, чем он отличается от обычного? В обычном сценарии описываются только действия, сюжет и диалоги. В режиссерском сценарии расписывают планы и наезды, отъезды камер и какие-то технические штуки. То есть, например, не знаю, вот вы пишете сцену, допустим, экстерьер, экстерьер, это то, что происходит не в помещении, то есть на улице, не окружено стенами. Экстерьер, день, парк, например. И у вас идет действие. В режиссерском сценарии экстерьер, день, парк, средний план, наезд камеры, отъезд камеры на такой-то фразе, восьмерочка, и вот-вот-вот. Там уже идут технические штуки, которые будет смотреть оператор. И он понимает то, что вот я, вот сейчас читаю сценарий, а вот тут я должен отъехать, тут я должен отъехать. Здесь вот получается съемка диалога восьмерка и тому подобное. В обычном сценарии камеры не расписываются, потому что камеры это все, это уже работа режиссера. Не отбирать у режиссера работа. То есть обычный сценарий похож на пьесу? Да. Мертвые души. Ну, просто на самом деле пьеса и сценарии, на самом деле пьеса и сценарии это вообще немножко разные вещи, потому что, как нам говорил мастеру, у которого я училась, проходила несколько раз курсы, и да, я тоже училась, сейчас я с ним поддерживаю теплые контакты, он говорил, что в театре говорят, кино показывают. В кино должно быть намного меньше диалогов, чем в театре. Поэтому, да. Ну что, я думаю, что можно двигаться дальше. после этого? Ну, а теперь рассмотрим частые ошибки сценариста, которые возникают при написании сценария. Если что, эти ошибки возникают не только у новичков, они бывают, они могут быть и у старичков. Первая ошибка, это никто, кроме вас, сценарий не читал. Объясню, что это значит. Это значит, что вот вы только написали сценарий и побежали продавать его. Я не говорю то, что вы не отсмотрели его графические ошибки. Я не говорю, что там какие-то у вас плохое оформление или вы неправильно как-то расписали логлайн или синопсис. Я говорю про те вещи, что никто из вашего окружения, из вашей фокус-группы, даже я так бы сказала, или никто из окружения, кто разбирается в кино и сценаринге, не читал этот сценарий и он вам не высказал свое мнение и вы там не могли там, не успели что-то заменить и вот таким вот сырым принесли его продюсеру или, я не знаю, пошли его пичить. Это заметно, потому что вы в нем не очень хорошо разбираетесь, если вы только написали этот сценарий, никто его еще не читал, то есть вам не задавали наводящие вопросы. Вы в нем еще не плаваете, то есть, вы можете забывать какие-то сцены, вы, как мы говорим, не переспали со своими героями, поэтому это очень заметно, и вам это вообще не в плюс. Сколько раз надо его прочитать? Вообще очень много, очень много раз. Вы должны, не знаю, уже каждую фразу понимать, где в какой сцене это находится, до такой степени, что вас ночью подняли, и вы такие, это вот здесь вот должно происходить. Очень много. Затем, вы пишете о том, что знаете. Это значит, что... И затем сразу третий, затрону третий пункт, вы пишете о том, чего не знаете. Сначала объясню простой момент, то, что вы пишете о том, чего не знаете, это всем понятно, если вы никогда не сталкивались с операцией на лобной доле, и вы пишете сценарий про нейрохирурга, вы ничего хорошего не напишите, потому что вы совершенно не в теме, вы не понимаете, о чем, что там происходит. Когда я... У меня раньше был проект, мне нужно было написать сценарий про девочку, которая болеет раздвоением личности, а я вообще ничего не понимала о психиатрическом заболевании, плюс она по сценарию должна у меня лежать в психушке, и она должна я приехала в свой родной город, каким-то образом нашла номер главного психиатра в своем городе, позвонила ему, представила, сказала, что я сценарист, можно мне вообще поговорить с вами, хотя бы просто с вами поговорить. Он такой, да, можно, но, в общем, у меня там были перипетии, мне нужно было кучу разрешений получить на то, чтобы это все туда пройти. В общем, я не только поговорила с главным врачом психушки, но я еще провели экскурсию по острому отделению, по острому мужскому отделению, то есть я это все как бы видела, я это все, я не скажу, что я прям спец, но, по крайней мере, те вопросы, которые мне нужны были для сценария, я это все записала себе, и я в этом разбираюсь. Поэтому, если вы пишете о том, чего не знаете, вы должны это знать, не знаю, добиться это каким-нибудь образом. Второй пункт, вы пишете о том, что знаете, это значит, что если вам кажется, что у вас жизнь такая классная и интересная, интересно за то, как вы сходили за хлебом и был там голубь с красными крыльями, окей, это может быть интересно вам, но это может быть неинтересно кому-то еще. Конечно, при написании сценария обязательно опираться на свой жизненный опыт, но опять же, нужно смотреть с стороны, что интересно вам, а что может зацепить всех остальных людей. Поэтому, если вы пишете сценарий по своей жизни, вам кажется, что вообще у меня жизнь такая очень классная и интересная, может быть, это кажется только вам, поспрашивайте. Опять же, возвращаясь к первому пункту, никто ваш сценарий не читал, дайте ему почитать свои фокус-группы, на которые вы ориентируете сценарий и поймете. У вас не четко главного героя четвертого. Это обязательно иметь в виду, потому что в разных фильмах разное количество главных персонажей, то есть где-то это может быть один главный герой, за которым мы следим, от чьего лица мы следим за развитием событий, а где-то это может быть квартет или вообще пять человек. А если у вас постоянно в повествовании скачет развитие событий от одного героя к другому, от одного к другому, то зритель может просто потеряться и не понять, он просто не успеет сопереживать. Он вообще не поймет, за кем надо следить, и это очень плохо. Поэтому нужно определиться с главным героем. Кстати, вот дальше мы идем про непонятный жанр. Мы что-то где-то раньше говорили, а, про Касабланку, что военная драма, тут прилетают инопланетяне. Опять же, у вас должен быть четко понятно, в каком жанре вы пишете свою историю, потому что у каждого жанра свои правила. Это, опять же, это еще одна категория, категория, точнее, подтекст, про который можно вообще сделать тоже большую лекцию про разновидности жанров, как они работают и так далее. Поэтому вы должны определиться с жанром. Если у вас какая-нибудь романтическая комедия, там внезапно не должны бывать персонажи и развешивать их кишки по деревьям, потому что, да, это будет вообще непонятно что, а потом опять романтическая комедия. Это будет уже что-то очень странное. Имеется в виду для широкого зрителя это будет что-то странное. Какие-нибудь любители, конечно, найдут. Затем, в сюжете все слишком хорошо. Это значит, что было ли у вас когда-нибудь такое, что вы сидели в кинотеатре или вы просто смотрели фильм и вы уже заранее предсказывали, что дальше будет. Вот это то же самое. Это это значит, что завязка будет идти вот до такого момента, затем перипетии будут определенно вот только строиться. Вот только вот определенным образом, никаких отклонений, ничего прям вау, вы не боитесь экспериментировать с действием, выйти экспериментировать с диалогом, вы идете просто все по книжке. И зритель, он с каждым годом становится все более предвзятелем. Ему нужно подавать что-то новое, новое, новое. А если вы пишете, что уже хорошо игра такая хорошая и проверенная, да, клише, то никому это не будет интересно. Опять же, если это один момент. Второй момент, когда в сюжете все слишком хорошо, это когда у героя нет никакого обязательства, ему каким-то образом всегда и везде везет. Это тоже уже неинтересно, но это нужно быть я не знаю кем, чтобы не расписывать сценарий с трудностями для персонажа. Затем нагроможденный или глубокий сюжет. Нагроможденный сюжет, это значит, что у вас в одной сцене происходит несколько событий, иногда они связаны вообще никак друг с другом, или у вас опять же несколько главных персонажей, за которыми очень сложно уследить, и там затрагиваются какие-то очень разнообразные темы, и зритель вообще путается, и вообще теряется на 20-й минуте, приходится останавливаться, ставить на паузу, отматывать назад. Это очень плохо. А глубокий сюжет, ну я надеюсь, все понимают, что это такое, это когда кто-то хочет... Чаще всего у сценаристов лет 20-19 чаще всего у них возникают и у меня возникали такие порывы, что вот, я прожил 20 лет, я почти все знаю о жизни. Я сейчас напишу такую глубочайшую драму, у меня кризис 20-летнего, вы все просто обривётесь. Нет, не обривёмся, потому что ты не сможешь это расписать. Для глубокого сюжета, чтобы затронуть какие-то сложные и такие разрывающие темы, нужен опыт, нужен большой опыт, и чаще всего всякие такие глубокие фильмы снимают режиссёры до возраста. Они уже прожили жизнь, они не понимают, о чём говорить. А если вы не можете это красиво сформулировать, чтобы это было понятно всем, не только вам, то лучше туда не лезть, лучше подождать или вообще зарыть эту идею где-нибудь глубоко, может, кто-нибудь другой откопает и сделает это лучше. Восьмое. Ненасмотренность. Это, мне кажется, очень важный аспект, потому что если вы сценарист, вы должны смотреть очень много фильмов разных, хороших, плохих. Плохие фильмы вы должны смотреть, чтобы понимать, а, понятно, вот это плохое, но так делать нельзя. Не знаю, посмотрите, смотреть всякие обзоры, это, конечно, глупо звучит, но обзоры Бэткомедиана, например, или Чак Ревью, где ребята с юмором разбирают, почему это плохо, почему так нельзя писать, всякие провалы, то есть хороший сценарист, он должен разбираться в хорошем кино и разбираться в плохом кино, чтобы понимать, как нужно делать, как не нужно делать. Если вы мало какие фильмы смотрели и лезете в сценаринг, может, сначала нужно отложить, идти на кинопоиск, посмотреть какие-нибудь хорошие, там, не знаю, найти список 100 лучших фильмов, в последнее время, ну, или там, не знаю, свой список ставить по вашему предпочтению или по тому жанру, который хотите делать и начать смотреть и после этого уже сесть писать. Главное, чтобы не было копирайтинга, чтобы вы не воровали неосознанный сюжет. И девятый момент, это такой, знаете, спорный момент, тест Бэгдэл, или Бэгдэл, короче, извиняюсь, еще не до конца разобралась в ударении, то есть ваш сценарий должен пройти тест Бэгдэл. Хорошо, давайте будем наступить Бэгдэл. Что это значит? Тест Бэгдэл был создан в 80-х годах, после того, как одна художница написала комикс, где две девушки говорят, что давай сегодня сходим в кино, а что у нас сегодня в кино? Опять фильм, где женщины, где нет женщин, и они не говорят. В общем, тест Бэгдэл, как, почему, как вы, извиняюсь, как ваш сценарий должен пройти тест Бэгдэл? Это у вас сценарий должны быть две женщины, которые разговаривают, и не о мужчинах. Это очень грубая формулировка 80-х годов, сейчас я ее могу немного интерпретировать таким образом, что это вполне возможно мне нравится, потому что многие люди возмущаются, почему в этом фильме мало женщин, почему в этом фильме мало афроамериканцев, почему в этом фильме мало, не знаю, представителей азиатской культуры. Ну, про афроамериканскую и азиатскую культуру это уже отдельный разговор, а про то, что сейчас очень модно и популярно, чтобы в фильме были женщины, которые были не просто помощницами или какими-то подружками главных героев, потому что, если посмотреть, и я как бы читала фильмы сценарий новичков, которые присылали сценарий, и я там посмотрю описание персонажей, там вот есть главный герой, такой офигенный парень, и его подружка, блондинка, 25 лет, все, больше у нее ничего не написано, то есть, чтобы женщины не были какими-то, ну, куклами в вашем фильме. Это, по большей части, нужно для современной индустрии, чтобы всем все было хорошо, и если у вас сценарий не проходит тест Бэкделл, то навряд ли он пройдет какого-то продюсера, который будет прекрасно понимать, что на Западе котируется гендерное равенство, и если у вас в сценарии там очень много главных персонажей мужчин, а женщины они так на подхвате или просто какие-то красивые куклы, то навряд ли у вас что-то что-то выйдет в плане взаимоотношений с продюсером. Это называется тест Бэкделл. Вот. Это и мы прошлись по ошибкам. И сейчас я хочу подводя итог, немножко дать своих советов, которые мне помогали и на данный момент сейчас помогают как сценаристу. Первый совет, ну, я думаю, он всем понятен, это то, что нужно смотреть очень много кино, мультфильмов, мультсериалов того жанра и вообще того направления, в котором вы хотите написать сценарий. То есть, допустим, как я здесь написала, если вы хотите написать сценарий в мистике, вы должны смотреть как можно больше мистических фильмов, фильмов, сериалов и после просмотренного, если вы посмотрели фильм, то просто пишите себе, вот, что мне понравилось в этом фильме. Вот такие-то, такие-то, такие-то. Что мне не понравилось? Вот такие-то, такие-то, такие-то. Что бы я изменила, бы и добавила. И вы пишите, вот здесь бы я бы сделала вот так, здесь бы я бы сделала вот так, здесь бы я переделала это по-другому. То есть вполне возможно, вы переписываете чужой сценарий, но вам это поможет при написании своего. То есть вы не будете совершать каких-то ошибок, которые вам не понравились в том, что вы посмотрели. Это очень классно тренирует мозг. И я советую делать это упражнение каждый день. То есть каждый день вы должны смотреть по одному фильму. Мультсериалу вы навряд ли за один вечер просмотрите, а вот фильмы почему бы нет. Также важно фиксировать все идеи, которые приходят. То есть, как я говорила изначально, идеи — это ничто на уровне идеи, но в день мне приходит, не знаю, штук по 15-20 всяких идей, я себе их все записываю, даже если они кажутся бредовые, даже это просто какой-то, господи, что это за бред, записывайте. Потому что через месяц вы можете этот бред, он кристаллизуется в какой-нибудь, не знаю, алмаз, и вы из этого можете что-то родить. Или когда вы будете работать в группе, в команде, вы можете представить им свою идею, и там какой-то другой человек как-то додумает. Это тоже очень классно. Поэтому обязательно, не знаю, запишите, сделайте себе какой-то блок, точнее заметку в телефоне, и записывайте все, что вам еще приходит в голову. Это очень важно. Также я еще, мне еще важен образ. То есть я люблю смотреть на какие-нибудь красивые, я люблю смотреть на хорошую операторскую работу, на какие-нибудь красивые образы, костюмы. И когда мне что-то нравится, допустим, как лежит ручка, так переливается красиво в свете, или там какой-нибудь у прохожей красивый макияж или костюм, то я фотографирую это, и у меня есть папочка в телефоне, образы, и я потом... Бывает такое-то, что я просто посмотрю на образ, и у меня родится идея, это тоже очень важно и прикольно. И в конце у всех бывают кризисы творческие, когда вот ты просто или сил никаких нет, или вообще что-то там мучаешься, мучаешься, вообще ничего в голову не приходит. Не нужно себя насиловать. Просто отвлекитесь от этого, займитесь вообще другими какими-то делами, отдохните, пока... А потом опять возвращайтесь к этой работе. И, если честно, этот период может затягиваться, но не затягивайте его дольше, чем на месяц, потому что если вы затягиваете его дольше, чем на месяц, вы дадите себе отпуск. Так что... Так что не надо. Важно отдыхать, но не важно... Ой, точнее, важно отдыхать, но главное, чтобы этот отдых не превращался в какую-то, не знаю, прокрастинацию. Очень... Ну, годовую, например. Двух это... Вот. В принципе, у меня как бы всё. Можно показать следующий слайд, там мои коты. Да. Вот. И я сейчас хочу послушать ваши вопросы, если у вас есть какие-то вопросы. Да, кому что, кому-то музыка помогает придумывать. Всегда по-разному. Насчёт книжек, кстати. Я очень советую книжку «Как работать над сценарием в Южной Калифорнии». Авторы Дэвид Говард и Эдвард Мабли. Это книжка как раз-таки о... о классическом понятии сценариев, о структуре. И единственный минус этой книжки в том, то, что там где-то на половине книжки приводятся разные фильмы, которые авторы рассматривают в качестве анализа. То есть, например... Не знаю. Например, «Крёстный отец» или «Китайский квартал». Проблема в том, что эти фильмы... То есть там самый свежий фильм 89-го года, и то это фестивальное кино. Да. А потом вторая книжка, которую я советую вам прочитать, но, к сожалению, она на английском. Сейчас я вам скажу. Я сейчас напишу в чате... Я думаю, что ты можешь нам прислать всю свою рекомендуемую подборку литературы и, наверное, о каких-нибудь фильмах для ознакомления, и я её потом просто в описании под видео закреплю. А, хорошо, потому что у меня как бы книжки 4-5 есть хорошие. Это насчёт книжек, а насчёт... Ещё советую пройти курсы Pixar и посмотреть их всякие бесплатные лекции на... на YouTube. Ну, это как раз... Pixar — это больше про анимацию, как раз на то, что мы апаемся все друг... Мария, учу скримов? Нет, я не учу скримов. Маш, а вот от меня вопрос. Я так ногой перебив. Да. А как быть с тем, что всё, что было сделано, всё уже было в Симпсонах? Как бороться со вторичностью? Ведь все сюжеты, по сути, вторичны. Как заставить себя что-то писать, если ты понимаешь, что это всё уже было 10 и 5 и 6 миллионов лет назад и раз. Это всё было, но мне было твоего. То есть это всё сделали другие люди, а ты это можешь сделать по-другому. Плюс Симпсоны, мне кажется, они не всегда могут хорошо посмотреть в современность, потому что создатели, они немножко... Они, мне кажется, не в нашем времени живут. Я вот, когда каждый раз я смотрю новые серии Симпсонов, у меня вечно какое-то впечатление, что я как будто обратно в 80-е вернулась, просто графика не получше стала. Ну, это уже крылатая фраза, что всё было в Симпсонах. И, по-моему, это фраза из Южного парка. Это... Я считаю, что всё было в Симпсонах, и да, я согласна с чем-то, что всё уже там сказали несколько раз и много, но никогда... Ну, вы же этого не говорили. Вы же можете это сказать... быть клишированным. Да. Не обязательно клишированным ты можешь это сказать своему, как ты это чувствуешь. А есть ли какое-то понятие попсы в сценаринке? Ну, это различные стереотипичные... Не знаю... Попса — это стереотипичные ходы в сюжете. Это стереотипичные герои и разговоры. Лично для меня, я считаю, попсой — это когда герои говорят не о наболевшем. То есть, мне кажется, через персонажей должна идти какая-нибудь голос коления и... Даже не то, что поколения, а голос тех людей, которых вот волнует какая-то определённая тема. Очень-очень хорошо это показано в современном сериале «Эйфория», где ты смотришь на всех персонажей, там все персонажи, представители тех... Ну, не то, чтобы меньше людей, у которых что-то это заботит. Например, я не знаю... Мне нравится персонаж Кэт. Она такая очень толстая девочка. Её постоянно шеймили за то, что она толстая. И она там... Она очень хорошо показывала, говорила, что... Ну и что, что я толстая. Как она говорила фразу, нет ничего... Нет страшнее девушки, которая знает, что она толстая, ей пофиг. Ну, это я зазурила, конечно. Там она по-другому говорит. Поэтому... Попса — это когда ты пытаешься всем угодить. Когда ты пытаешься всем угодить? Тогда сразу... Давайте сразу... Сразу... Ну нет... Смотри на музыки. Попсовая музыка, особенно русская, ну и что? Она обычная, она нравится всем. Ну, имеется в виду всем таким людям, которые, ну... Не знаю... Может быть, я сейчас кого-то обижу, но которые не очень любят напрягаться при прослушивании музыки. В общем, попса в сценарном мастерстве — это что-то... Есть ли одним словом? А, у меня? Да. А что-то я думала все-то и у нас спрашивать. Я общу за наших студентов. Попса — это, мне кажется, что-то неестественное. Какое-какое? Неестественное. Неестественное. Это что-то неестественное. Это что-то неестественное. И второй момент — это то, что уже одной и той же фразой говорили много раз в разных фильмах. Там... Когда через фильмы выгодляли какие-то стереотипы, о чем ли. У нас тут вопрос. Мимо кассы мне в личку пришло. Сколько часов уходит на один сценарий? Наверное, лично у тебя нет в виду. Меня? А уточни, пожалуйста, у меня или не у меня. И потому что, если у меня... У тебя. Я какие-то сценарии... В общем, наверное, зайду издалека. Раньше я писала сценарий одна. Потом я поняла, что у меня есть пробелы, которые... Даже не то, чтобы пробелы, а... Короче, мне нужна фокусная 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 фокусная, которая разбирается и может мне помочь. То есть не та фокусная фокусная, которая... Вот я написала, посмотри, а, нормально. То есть мне... А, нормально — это... и что мне дальше с этим... Вот. И... Когда я писала одна, у меня это могло подтягиваться на год, два года, пока я там вот это не показала и там кто-то что-то не взял в работу. И вот, кстати, вот этот мой сценарий про девочку, которая болела раздвоением личности, я его продала. Я его продала в следующем году. Что-то за три года, пока на него работа не идет. так что я не знаю. А сейчас на данный момент меня уходит в зависимости от жанра, ну, где-то полгода. То есть это все... Полгода на один сценарий? Полгода на один сценарий. А сколько страниц в таком сценарии? Потому что я очень досконально прорабатываю именно все на фоне синопсиса идеи и сюжета. Плюс я еще очень много чего переписываю. Все мне нравится. Так. Еще спрашивают, есть ли какие-нибудь священные правила, которые вот вообще-воще нельзя нарушать? Это неинтересный вопрос. Даже в ступор меня немного вогнал, потому что я сейчас пытаюсь анализировать на себе, какие есть такие священные правила. Или играй гармонь, гуляй, Вася, делай как хочешь, только чтобы было правильно в итоге. Или вообще правильно можно не делать? Ну, правильно нужно делать в плане проработки. А о чем пишешь? Как ты пишешь? Вообще правил нет. Можешь писать о чем угодно. Просто зависит от аудитории. Главное, чтобы ты понимал, на кого рассчитывается твой фильм. Если ты пишешь про наркотики и секс, навряд ли это будет 12. Если ты хочешь что-то преподать подросткам, ты тоже это думаешь так. Красивых. А так я вот сейчас что-то подумаю прям таких священных правил. В данный момент мне надо, наверное, подумать. Я сходу, наверное, не... еще какие-то вопросы? Да, есть. Спрашивают про сценарий для музыкальных клипов и приводят два варианта развития событий. Если в песне есть четкая история, ну, видимо, в самом тексте песни, и если нет истории, но есть некие метафоры. Какие могут быть способы передачи этой истории? Если возможно, с примерной. Ну, например, могу привести клип Weekend о False Alarm. Его снимал, кстати, наш русский режиссер Илья Найшулер. Там песня пелась про то, что это был ложный вызов. То есть я не помню дословный перевод. По-моему, то, что ты мне позвонила, а это оказалось... Ну, так, я на это обратила внимание, это был ложный вызов. А в сценарии... Ой, точнее, а в самом клипе это было вообще про ограбление банка срекшеном от первого часа, все такое. То есть, мне кажется, интерпретировать это все можно по-разному. Важно все это обговорить с автором песни, потому что, мне кажется, когда автор пишет песню, опять же, сценарий музыкальных клипов это тоже отдельная вещь. Когда автор пишет песню, и есть два варианта. Или он просто отдает это продюсерам и сценаристам такой, чтобы у клипа были просмотры, естественно, были деньги, это одно. А бывает такое то, что они закладывают что-то в песне, и они говорят то, что вот надо, чтобы именно это в сценарии было отражено. Например, я не знаю, False Alarm Weekend он, мне кажется, дал это просто на работу режиссеру. Так, нужно все это обговаривать с автором. И сценарист хороший, если он, допустим, придумал какой-то сценарий этого клипа, он не имеет права его сам снимать. Он не имеет права, потому что, во-первых, авторские права, и по-хорошему нужно связаться с авторами песни и сказать, что вот у меня есть такой сценарий, давайте вот возьмите его сами снимите клип, или я сниму. И чаще всего авторы песен, особенно российские, они как-то лояльно к этому относятся. Они всегда за какие-то свежие идеи, особенно новичков, они к этому вообще без проблем. Другой момент с западными, потому что, во-первых, вся западная индустрия, они как бы хотят сделать что-то хорошее, и они хотят от этого хорошего получить еще и деньги. Наши тоже, но как бы западные, они более ответственно подходят, и они набирают уже проверенных авторов, то есть новичков вряд ли будут рассматривать. Вот, раз мы заговорили про авторов и авторские права, может быть, ты нам сразу ответишь на вопрос. А, собственно, в каком случае надо спрашивать разрешение на использование чего-то, что защищено этим самым авторским правом, например, какого-то мира или героев? Если у нас стоит задача сделать какое-то фанатское творчество, фанфик, грубо говоря, в каком случае нам надо бежать к автору и просить у него разрешение, чтобы написать историю по мотивам его мира, с использованием элементов его мира, его героев, что там еще может быть? Если вы хотите получить с этого деньги, то нужно обязательно идти и спрашивать. Если вы не хотите получать с этого деньги, то не надо. Например, первое, что мне вспоминается в фанфик, это Гарри Поттер и... Методы рационального мышления? Да, да. С этого не получ... Это же, по-моему, вообще расписал какой-то физик, и он с этого не получил деньги. Там, на самом деле, кто-то бомбил по этому поводу, очень сильно бомбил и говорил, что, о, господи, тут прям очень много всего задействовано у Гарри Поттера, но он с этого не получил денег. То есть это был реально... Это просто был фанфик. И если вы... Опять же повторюсь, если вы хотите с этого получить какую-то выгоду, обязательно будете спрашивать, потому что если вы будете получать с этого деньги, автор про это узнает. О, если у вас есть один миллион долларов, то, конечно, дерзайте. Если нету, то я вам вообще не советую этого делать. На чистом альтруизме можно. На чистом альтруизме можно. Если вы хотите получить с этого выгоду, не лезьте или договаривайтесь. Не знаю. Но это договориться, опять же, очень сложно. Будут идти какие-то проценты автору и чаще всего 50%. Ну что, кто-то у нас в чате хочет что-нибудь спросить? Хотя один вопрос есть. Какой средний ежемесячный доход сценариста небольшой анимационной студии? По-моему, Андрей ничего не не стыдняется, спрашиваю. Сама тактичность, Масленников, сама тактичность. Мы с тобой потом поговорим еще по этому поводу. Да. Надеюсь, господин Масленников знает, что это все суперконфиденциальная информация. Нельзя так лоб спрашивать, конечно. Да, я понимаю, что это самое интересное. Опять же, это все установлено договорами, которые становятся сценаристом из студии. А если в метафорах на бутерброд с чем хватает? Сокрой бакуана или сокрой-сокрой? Икрой-сокрой. Если не большая анимационная студия, то Сокрой-сокрой. А, нет, подожди. Что дороже, Икра-айкра или Икра-баклажаны? Я просто... Икра-икра. А, нет, тогда Икра-баклажаны. Ты что, тогда Икра-баклажаны. Это вообще не Икра-икра. Но это, опять же, это, мне кажется, небольшой анимационной студии где? В России или на Западе? Если на Западе, то Икра-икра. Ну вот, смирились. Надеюсь, что все смирились. Так, я тут вижу ещё вопрос. Какой-то тут был. Чем сценаристы, да, отписатели отличаются? Потому что роман — это... Как бы, блин, вот сегодня только отвечала сама себе на этот вопрос. Опять же, книжка — это то, что зритель может сам себе достроить в голове. Это произведение, которое в большей части отдало читателю на додумку мира, на додумку персонажей, как это выглядит. То есть там автор может размахнуть, писать тебе поля. Короче, он может дать себе волю. Сценарист не может дать себе волю. Единственное, в чем может дать себе волю сценариста — это в прописании сюжета, сюжетных поворотов. Чаще всего иногда даже описание персонажей, как видит сценарист, они вообще не совпадают с тем, что видит режиссёр, а уж тем более там кастинг-директор. Поэтому... Проще говоря, сценаристу придётся считаться с чужим мнением. Да, вообще хороший сценарист, он должен работать со всеми. Он должен работать с режиссёром, с кастином-директором, с оператором, с костюмерами, с визажистом, с осветителями. Со всеми-со всеми он должен работать. Другой вопрос, будет ли считаться с ним, потому что главное на площадке — режиссёр. И вот, кстати, суть хорошего сценария — это то, что закладывал сценарист, будет совпадать с тем, что потом появилось на экране. То, что все всё поняли. Конечно, у каждого человека разные варианты, каждый может тренировать по-своему, но если там все всё поняли, что имел в виду сценарист, и это потом окажется на экране, всё, успех, значит, ты классно можешь доносить свою идею. Конкретнее, если я напишу «Васелин колец», но не укажу ни одного имени, ни звания. То есть накладывать права на сами действия. И не совсем поняла, Евгений, ваш вопрос. Он имеет в виду, что если взять авторское произведение, выкинуть оттуда авторских персонажей и написать заново, используя те же самые места, видимо, кроме названия, заменить ещё название, то можно ли это будет назвать его творчеством, или оно всё ещё будет принадлежать господину Толкину? Давайте возьмём, например, Таню Гротер. Там автор уже... Ну, опять же, это не фильм, конечно, но это всё равно книжка, с ним очень много судились, он очень много обошлял денег на то, чтобы... Короче, я считаю, что Дмитрий Емец он больше потерял, чем получил на этих книжках. Поэтому придумывайте что-то своё, не заменяйте чужих персонажей, потому что найдутся люди, особенно авторы или правообладатели, всего того, что написал Толкин, и вас засудят, и вы попадёте на огромные деньги. Вам это не надо. Если кажется, что всё уже написано, и больше ничего не придумано, это ложное ощущение, всегда можно придумать что-то своё. Просто смотрите и читайте больше. Можно же что-то... Можно же брать вдохновение откуда угодно. Это последнее дело копировать то, что уже есть, заменяя персонажей, оставляя мир. Найдутся люди, которые, ну, я не знаю, видят... Ну, и вот опять же, из работы в студии могу сказать, что у нас были какие-то позывы, то есть, допустим, писать серии с отсылками на Гарри Поттера, где персонажи летят на метле и там волшебными палочками махают. Как потом мы разобрались, это вообще нельзя делать. Мы упали просто на огромные... на огромные штрафы, так скажем, на серьёзные иски, потому что это опять же... Можно летать на метле отдельно. Можно пользоваться волшебными палочками отдельно. И также отдельно можно носить полосатые шарфы. Если вы это всё вместе комбинируете, где у вас персонаж летает на метле в полосатом шарфе и машет волшебной палочкой, всё, вы попадаете, вы нарушаете авторские права. Так что придумайте всегда что-то своё. Ничего не заменяйте, ничего не выбрасывайте. Вам же будет хуже. Отсылки — это одно, мне кажется. Отсылки — это одно. А вот как заимствование — это уже другое. Заимствование, мне кажется, нужно убирать. Опять же, мне кажется, это больше вопрос к юристам. Юристам по авторским правам. Потому что всегда есть какие-то нюансы, которые, допустим, я как рядовой сценарист могу не знать. Традиция делать оммаж — это что? Я подозреваю, что это уже какая-то операторская терминология пошла. Сейчас я погуглю, что вы. Окей, студенты спросили странное слово. А, подражание другому художнику. Ну, мне кажется, подражать можно только в стиле каком-то, да, вот именно операторском, например, если можно подражать Уэйсу Андерсу, Андерсу, например. Но это, опять же, это подражание, это не копирование. Предвижу, я спрашиваю вот еще, что должен знать человек перед тем, как работать в этой профессии? Как пойти работать в этой профессии? Для начала вы должны понять, точно ли то, что так объяснить. Точно ли вы хотите быть сценаристом? Да, точно ли ваше представление, оно совпадает с реальностью? Потому что у меня были такие коллеги, так скажем, когда, ну, не то что коллеги, курсники, когда мы проходили курс у Юрия Клавдива, там тоже была девочка, которая училась вместе с в группе, и она отходила курс, она представила... А, нет, короче, у нас был месячный курс, после этого месячного курса мы должны были за лето написать пьесу или сценарий, потому что этот конкурс проводился от театра, и нас разделили на три группы, театралы, киношники и теоретики. Вот, и я была в круге киношников, вот, и мы должны были за лето написать пьесу или сценарий, и она еще на моменте прохождения мая, она сказала, что что-то это не мое. Поэтому прежде чем идти в эту профессию, я считаю, что не нужно жалеть денег на прохождение именно хороших курсов. Нужно, наверное, также разделять, где курсы хорошие, где не очень, где вам просто преподадут то, что есть в Википедии, а где вам предоставят знания как бы уже опытный сценарист. раскадровка занимается не режиссер, нет, подожди, по-моему, помощник режиссера или второй режиссер занимается образованием. Образование, скажем так, я вообще по образованию инженер-эколог. Но на втором курсе своего инженерно-экологического образования я стала работать в театре, и из театра я пошла во всякие, начала участвовать в всяких конкурсах, выигрывала, потом я стала работать киношниками и в конце получать свою учебу, и я у меня сейчас как бы диплом у мамы подставочкой под угли из-под печки сейчас служит уже год. Скажем так, у меня из образования именно сценарного у меня просто огромнейший опыт и различные курсы, то есть сценаринга вместо образования как сценариста у меня нету, потому что у нас я планирую получать образование сценаристом, но не в России, потому что я в гиговскую школу терпеть не могу, а больше у нас нет хороших школ именно сценаринга. Так что я, тем более у меня был опыт проживания в Китае, я планирую, наверное, поехать в Шанхай в русскую школу в Шанхае сценариста и режиссера. В России мало хороших преподавателей. Вы не потеряли инженера-эколога, вы потеряли плохого инженера-эколога, так что все нормально. За разливы в Норильске хотя бы не я, ответственная. Зато приобрели хорошего китайского сценариста. Я надеюсь, не китайского. Китайские сценарии можно любить хотя бы за жанр уся, где все летают. Да, я, кстати, когда была в Китае, в общем, я познакомилась с мальчиком, который работал статистом на одной из таких площадок, и он мне каким-то образом провел на площадку какого-то сериала, который снимали для... Знаете, как у нас на домашнем телеканале такие вот сериалы снимают для домохозяйк, вот у них то же самое, только у нас, у них там все летают. Вот, я прошла на эту площадку, и мне так понравилось, мне именно понравилась организованность, то, что у них все как по часам, у них... Не знаю, вот у нас как-то в российском производстве, потому что я участвовала в съемках Зулиха открывает глаза. Мне так не понравилось, это вообще отвратительно, они от графика все отходят, там все какие-то, все звезды фиг знает из себя, что строят, но это я уже всякие андерские штуки говорю. Мы там еще не берем сюжетное содержание самой Зулихи, прости господи. Да, но книжка хорошая, но что они из этого... Книжка хорошая, а раз я, который ударил по лицу лопатой, хорошая книжка. Мне понравилось, но у них хорошо читается. Больше, чем сериал, я только с книжки орала. Не порт мой представление о мире. Не знаю, когда мне позвонил Кассин директор и сказал, что вот мы вас взяли на роль, я такая... Потом какое мое было разочарование, что меня вырезали, я такая... Ну, главное, мне заплатили за съемочный день очень много, и я такая, господи, хорошо. Без проблем. Так даже лучше, да? Да, так даже лучше. Я хотя бы там... Я что-то еще искала из себя там на всяких этих... Лишь бы моей фамилии, имя не было, там еще нет. Это как, господи, есть только фотки. Ой, ладненько. Я смотрю, у наших студентов уже вопросов никаких особых нету. А времени уже 10 часов. Да. Два часа мы проговорили. Я думаю, что можно потихоньку начинать сворачиваться. Ну, что ты нам в конце какие итоги подведешь? Что скажешь, хорош? Скажем так, если у меня... Если вы меня когда-нибудь еще позовете, чтобы прочитать какую-нибудь лекцию, я хочу... Ой, будь моя воля, я тебя тут вообще к столу привязала и включила трансляцию 24-7. Да, ну, я... Я люблю гостей. Да, только я обещаю не болеть. Больше. Обещаю... А если будет температура 40, я не знаю, позову котов такая, типа, свайпите сами. Я буду просто что-то говорить. Да, да, да. Вот. Если вы меня еще позовете, то предупредите. Я как бы... Я сделаю еще больше интерактива, так что предупредите, пожалуйста, студентов, что нужно будет писать. Мне кажется, писать это не так сложно, тем более, это вовлеченность. Это, мне кажется, всегда интересно. Продолжение будет про короткий метросериал? Это давайте вы сами выберите, и мне потом Луна пишет. Хорошо. Так и сделаем. Ну что? Что дальше будем? А так мне вообще все понравилось. Вот. Я больше жду фидбэка от студентов на самом деле, потому что это все для них. Студенты, скажем, Маше дружно спасибо и отпустим ее с миром. Да, спасибо, Лео, Маше страшно, страшно, Маше. Спасибо, что уходите. Маша, спасибо, что ты к нам сегодня зашла. Было действительно очень интересно и увлекательно, но очень непривычно. Мы же не пуганы. Нас же Аштур разбаловал. Мы же просто мультики смотрели до этого. А почему страшно? Потому что тут в чате пару раз писали, что Маша страшно заставляет вас писать идеи и заставляет вас писать и заставляет вас думать. Ужас какой. Ужас какой. Это кошмар. Хорошо. В общем, мне было очень приятно с вами провести эти прекрасные два часа. А я еще говорил, что у меня лекция короткая, так что да, если позовете меня еще раз, ну вы там совет. В общем, вот. Всем спасибо большое. Спасибо. Очень рада буду вас увидеть еще раз. Все. Всем пока. Спасибо, ребята, что зашли к нам на стрим. Всем всего. Стрим будет доступен в записи завтра.